Уважаемые гости, объявляю церемонию спуска подводной лодки «Магадан» проекта 636. Заводской заказ номер 01-616 открытый. Адмиралтейские верфи спустили на воду дизель электрической подводной лодки «Магадан» 636 проекта для Тихоокеанского флота России. «Магадан» — это третья подводная лодка в Тихоокеанской серии. Легендарный 12-й цех Адмиралтейских верфей построил большую часть подлодок для флота страны. Первым кораблем стал Петропавловск-Камчатский. Он был передан Военно-морскому флоту России 25 ноября 2019 года. Представителем второй серии стала подводная лодка «Волхов», которая вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Несмотря на то, что 2020 год для всех нас выдался достаточно тяжелым, связанным с пандемией, приостановкой работ. Тем не менее, заказ спускается в сроки заключенного контракта, и впереди его ждут испытания швакуанные, заводские, государственные. По сравнению с предыдущими проектами, подводные лодки 636 имеют более высокую боевую эффективность. Они являются самыми малошумными в мире, имеют мощное торпедно-ракетное вооружение и новейший инерциальный навигационный комплекс. Днями назад в состав военно-морских сил Японии была принята 21-я подводная лодка, которая не хуже, чем наша подводная лодка «Магадан». Наша с вами задача, и это очень важно, интенсифицировать нашу работу и вовремя предоставлять военно-морскому флоту новые и новейшие подводные лодки. На церемонию в Петербург экипаж приехал из Обнинска. Там на тренажерах в учебном центре их готовят к службе. А через месяц они начнут изучать технику и систему вооружения уже на самой подводной лодке. Материальные части, новое вооружение, новой техники. И готовился, планово прибыть сюда для приема корабля. Как только прозвучала команда к спуску, разбили традиционную бутылку шампанского. А крестная мать подводной лодки «Магадан» Надежда Филипова подарила экипажу и директору завода карту Магаданской области. Помимо «Магадана» на Дальнем Востоке будет еще пять аналогичных подлодок, две из которых уже переданы флоту. Строительство остальных закончат к 2024-му. Александр Чижинок, Ангелина Олейникова, Марина Борисенко, Портньюз ТВ.